добрый вечер сегодня не тест скорее рассказ дополнения поэтому съемка идет дома хочу вам рассказать дополнить про гарантийный случай лодки solar про которую я уже снимал обзор так вот если вернуться немножко назад то из чего я выбирал я рассматривал такие лодки как solar как лодка гладиатор нднд как лодка фрегат если вы видели на которые стоят на вооружении в мчс из много баллонного днища системой самоотлива принципе очень интересные варианты а также даже смотрел в сторону лодок фирмы global штормлайн наверняка вы видели в интернете обзоры очень красиво классный сайт большая рекламная программа большое количество филиалов волгоград владивосток ростов москва даже думаешь но настолько крупная фирма они получается под одним брендами идут смекаться вот и смотрел также сторону лодки завода мастер лодок у них есть много разных брендов порядка пяти ривьера нднд чем она также была интересна то что ривьера нднд полностью все дно заката на привальным брусом она уже бронированная завода не надо ничего делать и у нее идет но не в форме киля да как у всех килеватых лодок а в виде гидролыжи это единственная лодка которая имеет такую особенность вот и у нее очень большой баллон то есть если у салара при 380 длине 45 баллон то у ривьера идет пятидесятка то есть большие здоровые баллоны как на паёльной лодке принципе это все было интересно но имея опыт саларом у моего товарища в 2011 году мне почему-то хотелось купить именно салар тем более про эту лодку очень много отзывов в интернете как видео с воды с эксплуатации также видео по рассказам сборки разборки есть бренд который сам себя продает наверно как в автомобилях до тойота надежности все и тебе уже не нужно ничего слушать собирать вот по поводу салара также много на руссфишинге информации всех валят у лодки отличная броня завода отличная мореходная характеристика она хорошо бежит под любыми моторами в том числе не самыми мощными и я принципе долго не думал поэтому лодку купил в семнадцатом году в апреле месяце заранее до сезона с небольшой скидкой покупал я лодку магазин два весла это всем известный рынок садовод достаточно крупный дилер они официалы перед тем как братья созвонил с саларовцами в новосибирске говорю как мне лучше купить лодку они говорят не принципиально в москве есть дилеры выбирается я приехал посмотрел выбрал цвет взял темно-синюю какая и принципе на моем видео и так получилось то что у меня шел ремонт в гараже и апрель май и середина июня моя лодка лежала в чехле в котором она продается и я ее даже не распаковывал так как везде было шумно пыльно и не было возможности ее не порезать ничего с ней не сделать вот так вот когда ремонт закончился уже навигация открылась и перед тем как спускаться на воду мне нужно было приделать трансовые колеса и я хотел проверить лодку на герметичность ее все развернул надул и дал ей пару дней чтобы она постояла посмотреть ничего ли не спускает все таки не хочется иметь эксплуатации бракованную вещь тем более за такие немаленькие деньги соответственно лодку я надул до 0.25 и 3 баллона и дно дал два дня постоять проезжая в гараж трогую она реально мягкая я очень расстроился там был штатный манометр браво в комплекте низкого давления замеряем 0.25 было повторюсь два дня прошло 0.1 но держит баллоны нет прям реально мягкие я думаю блин ну что такое звоню в магазин я покупал два весла говорю ребят так и так лодка сильно потеряла в давлении там пару дней прошло что вы скажете они говорят не парьтесь световой день лодка держит давление все нормально на следующий день надо подкачивать я так про себя думаю ладно была лодка на 10 тысяч но когда лодка стоит 70 тысяч такого явно не должно быть все таки почему товар настолько не герметичный ведь автомобильные колеса мы не подкачиваем каждые два дня да и это было бы глупо позвонил магазин салада по официальному сайту по телефону мне сказали что нет потери давления в сутки 10 процентов это максимум больше это уже какие-то гарантийные ремонты диагностики так далее соответственно у меня получается 0.25 было 0.1 осталось значит падение больше чем 50 процентов это реально много я говорю ребят но в магазине мне сказали что все нормально вы говорите нет как быть это ваши дилеры они говорят да мы все понимаем попробуйте мыльным раствором напинить и посмотреть не травят лишь вы либо какие другие места я бы но вот лодка новая может быть есть какой другой путь решения они вот так вот самому в гараже диагностику делать они говорят да есть такое решение у нас есть дилерское представительство москве фирма которая занимается ремонтом лодок у них с нами партнерское соглашение тем самым вы можете туда приехать и показать лодку они продиагностируют платить ни за что не придется так как у нас с ними договоренность они уже дальше вынесут решение что и как фирма буатленд в москве находится я туда приехал записался ребята достали лодку надули и оказалось что местах 6 травит воздух реально сильно они говорят мы с саларом работает давно но то что у тебя это действительно даже не гарантийный ремонт мы не будем этим заниматься хотя есть такая возможность если на лодке незначительный брак чтобы туда-сюда и не отправлять ни катать они могут и исправить и тем самым взаиморасчет сделают с саларом они говорят много чего делать поэтому мы фотографируем мы отправим саларовца пусть смотрит и так далее ну два дня прошло выходные прошли я звонил в салар непосредственно я уже общался с директором по качеству это попов алексей вот с ним мы говорили алексей так и так вот вам фотографии смотрите ваше мнение он говорит да действительно проблема есть варианта два либо вы сдаете лодку дилеру два весла и они возвращают вам деньги либо вы меняете на такую же мне уже не хотелось менять лодку салар на какую-то другую мне хотелось именно эту фирму потому что отзывов много брак бывает да может быть я такой везучий да в кавычках поэтому я хотел лодку этой фирмы любой ценой я туда приехал алексей молодец доказала фирма крупная клиентов много но индивидуально общаясь со мной он созвонился с дилером предупредил то что будет такой случай что лодку сдадут обменяйте на новую соответственно когда приехал звонок уже был и получилось то что я приезжаю лодку отдаю все в курсе и ребят тоже молодцы говорят а вот лодка мы надули вчера забирай ее такого же цвета все как ты хочешь а я помню что еще когда приезжал у них витрина была и такого же цвета лодка на витрине стоит я бы не ребят я платил за новую лодку хочу новую взять и в упаковке потому что товар с витриной он всегда идет по уценке она вся пыльная ее все трогают она давно стоит накачанная но может быть это мои предвзятые качества но мне хотелось снова как говорится соответственно с ними минут 10-15 мы бодались в итоге лодку новую я взял наверное я такой клиент не очень удобно но с другой стороны не считаю себя в чем-то придирой каким-то виноватым если бы речь была в магазине из-за порванной упаковки на какой-то там пачке конфет наверное не стоило бы устраивать такую дискуссию но все-таки вещь повторюсь не дешевая тем более не дешевого бренда довольно таки качественно с хорошими отзывами на нашем рынке на форумах и так далее вот соответственно настоял чтобы лодку дали снова новую забираю привожу в гараж надуваю и что вы думаете два дня проходит но падает давление баллоны держит но упало ровно в два раза я уже думаю блин дай проверю сам не буду я опять ездить по это будет лент мыльный раствор сделал прошелся по швам где крепится дно к баллонам к сожалению у меня эти фотографии уже удалены и в хранилах уже практически год прошел и травит пузырится прям в двух местах прям сильно идет травление воздуха в этот же вечер отправляю фотографию Алексею на салар говорю Алексей повторный случай что скажете он говорит я в шоке присылайте мне номер лодки да серийно как видно машине я там своими вопросами решу со сменщиками как так получается да кто бы эту смену лодки клеил и говорит единственный вот вариант сдавайте и забирайте деньги и я могу вам предложить крайние условия да это лодку лично под свой контроль заводы беру проверяю на герметичность неделю если все хорошо мы вам отправляем из Новосибирска вот это уже было третье решение которое я принял да не стал отказываться от покупки лодки салар я вернул лодку в магазин два весла получил деньги тоже да представляете я считаю все лето катался я купил лодку в апреле апрель-май лежала в июне накачал первую потом в июне я получил вторую уже идет месяц июнь вот это вот все дела одно второе вернул и встал в очередь на заводе слава но там естественно есть рабочий процесс который не могли издвинуть под меня и договорился брать лодку из новосибирска под контроль директора алексея попова под лично да и коль уж так вышло я ее и забронировал да вот спрашивали зачем ты сделал бронь я изначально брал обычные лодки стоковые я не хотел бронировать но коль так получилось то что мне оттуда лодку везли я попросил бронь но вот захотелось мне уже тогда по максимуму гулять как гулять в итоге лодку мне забронировали проверили и отправили пока одно второе третье только к сентябрю у меня лодка появилась тем самым сезон получился смазанным получается что все лето я ждал то проверял то возил туда-сюда суть какова то что в итоге третий раз лодку отправили все получилось как надо она у меня стоялась герметичная воздух не пропускает я рад но вот такими усилиями это получилось отсюда возникает вопрос да вот многие владельцы села также заморачиваются как я или все-таки такой ерундой не занимаются но мне вот хотелось быть уверенным да что если я куда-то на лодку уйду то на следующий после следующий день она меня не подведет потому что если лодка травит не под нагрузкой находясь в статическом положении в гараже то момент загрузки на волнах под мотором и так далее возможно она еще сильнее начнет пускать соответственно такой получился у меня рассказ может быть это казус может быть это индивидуальный случай на удивление первая и вторая лодка бракованная были из разных партий первая была еще шестнадцатый год вторая была практически свежая май семнадцатого и одна и вторая лодка как видите травила воздух соответственно будет интересно если вы напишите ваши комментарии были ли у вас подобные случаи тем самым стоит выделить да как минус так и плюс фирма solar то что лодки при этом всем отличные мореходные они хорошо себя ведут на воде но и лояльность компании да то что непосредственно директор по гарантии алексей по поводу которых своего рода является основателем до этого проекта он напрямую со мной общается и решал все вопросы не пытался да из одного какого-то дотошного покупателя отнекиваться и игнорировать сопровождал скажем так мою проблему от начала до конца в итоге пошел на встречу да под свою ответственность это все дело хотя ему эти лишние геморрой не нужны ну и по сегодняшний день я могу ему позвонить и обратиться с какой-то консультации либо дополнительной помощью человек всегда на связи это на самом деле радует потому что я не думаю что купив лодку такой фирмы как мастер лодок но мастер лодок это еще уфимские российские до производителя а вот какой-нибудь глобал брейншторм или как оно что правильно называется или лодку гладиатор который делают в китае я не знаю когда бы мне пришлось звонить чтобы достучаться до правды вот такая вот маленькая история такой у меня получился гарантийный случай двойной да но в итоге все получилось хорошо всем спасибо за внимание будут вопросы пишите всем до свидания